Приветствую, друзья! Начинаем нашу деятельность активную в клубе системных дизайнеров, и не только дизайнеров, а системных людей, любой специальности, кто хочет вырасти в доходах за счет систематизации, за счет правильной работы с продуктом, с клиентами, с партнерами, с командой с 50 примерно до 150 тысяч рублей. Я сейчас вам покажу самую главную тему, она связана у нас с созданием продукта, с упаковкой, с продвижением, и все это будет у нас на уровне, не скажу, что базовом, но это будет такой уровень среднего сложности, потому что все то же самое, если мы будем делать на более серьезном уровне, у нас уже ждут совсем другие доходы, 150, 300, 500, 1000 и миллион, это если мы будем делать компанию. Но пока не об этом, пока сейчас хочу в этом видео показать вообще, с чем нам предстоит столкнуться, как мы будем работать, вот это вот самое важное. И результатом сегодняшнего дня и послушивания этого задания будет понимание примерно, что нас ждет. Я не жду, что вы будете в деталях сейчас во всем разбираться, нет такой цели, то есть каждое задание мы будем делать отдельно, с ним разбираться. Сейчас просто общий обзор на экскурсии. Если по общей обзорной экскурсии также у вас какие-то вопросы, то пишите мне под этим видео, пишите в чат, будем разбирать дополнительные вопросы. Мне они тоже важны, чтобы показать и помочь вам более детально ознакомиться с темой, ответить на вопросы и подготовить, может быть, какие-то дополнительные бонусные упражнения. Итак, поехали. Для того, чтобы создать вообще продукт, материал, у нас есть несколько основных вещей. Давайте я их покажу. Категория, да, упаковка и продажа продукта. У нас должна быть концепция. Концепция на этой стадии, мы понимаем, что у нас вообще продается, что для кого, как, почему. Какой результат у нас получает клиент. Какое у нас техническое задание для создания продающих материалов и материалов для распространения информации о себе, потому что мало придумать что-то, нам нужно показать. Чтобы показать, нам нужно упаковать. Чтобы упаковать, мы должны в смыслы вытащить и донести их до подрядчиков, потому что все сами упаковать вы не сможете. А что будете сами упаковывать, тоже нормально, но у вас должно быть техническое задание. Мы учимся уже на этом уровне делать сразу же нормально, делегируя какую-то часть, если это необходимо, либо для себя хотя бы ставя задание, чтобы не сбиваться. Очень часто возникает проблема, когда ты сам себе делаешь упаковку, концепцию, продажи продукт, и у тебя получается все это дело, все, что я сейчас разделил на части, оно все смешивается. Это одна из самых частых проблем, потому что когда все смешивается, невозможно абсолютно об этом никак разобраться. Соответственно, не получается разобраться, как действовать последовательно, от этого действовать не хочется, и ты теряешь нить происходящего. Чтобы эту нить не терять, я сейчас вам предлагаю план, изучите, смотрите его внимательно, что непонятно, задавайте вопросы. Итак, техническое задание для себя, либо для подрядчика, потом упаковка и потом после упаковки продажа. На этой стадии с 50 до 150 нам не нужно строить каких-то серьезных систем, не нужно брать команду, не нужно делать там цели образования, команда образования. Нам нужно в принципе достаточно будет упаковать себя, объяснить какой у нас продукт себе, сфокусироваться, сконцентрироваться на какой-то одной теме. Чаще всего этого будет достаточно для того, чтобы набрать достаточно заказов. То есть мышление, если мы говорим главная проблема, то что отличает, вот здесь я сейчас пока не показал, мы с этим отдельно поговорим, но в целом самое главное, что отличает человека, который пытается как-то заработать на своей творческой деятельности, от человека, который зарабатывает на ней, это понимание продукта, понимание аудитории и умение интересно об этом рассказать. Чтобы интересно рассказывать, нужен фокус, поэтому фокус мы должны понять, сделать для себя и пройти постепенно. Давайте я расскажу чуть более подробно про эту часть. С чего мы начинаем? Мы начинаем с концепции. Чтобы у нас работала концепция, ну наше продвижение, вообще нас, у нас должно быть понимание, самое главное, что наш продукт. Здесь мы поговорим о том, что такое продукт и чем он отличается от услуги и научимся делать именно продукты, то есть что его характеризует и как он может выглядеть. Далее мы должны понять, для кого мы это делаем. Продукт делается не просто так, допустим дизайн интерьера, а для кого-то конкретно. Здесь мы должны сузиться максимально, для кого мы можем, но тут надо соблюдать некую грань. С одной стороны максимальное сужение, с другой стороны не делай так, чтобы наш продукт никому не был нужен. То есть нужно найти именно баланс. В поиске этого баланса зарыто тоже очень много полезностей, которые у нас есть, которые мы должны применять. Это делается упражнениями. Потом у нас как. Как это описание компании либо нашего сервиса. Тут отвечаем на главный вопрос, отличие, чем мы отвечаемся и почему купить именно у нас. Какая категория клиентов, какой продукт им именно нужен, этой категории клиентов и почему она купит именно у нас. Это у нас пока все идеи и описания. Далее, кто это вообще все продает. Это дополнительная опция. Она нужна не для всех, но для многих она будет полезна. Это личный бренд. Я рекомендую уже развивать его сейчас. И хотя личный бренд я всегда говорю о том, что работает не на этом уровне, а уже более, больше 150 тысяч и более, он нужен уже точно. То здесь он будет неплохим и достаточно весовым дополнением. Поэтому развивать его стоит уже здесь. Некие технологии по развитию тоже расскажу. Отвечает на вопрос, почему тебе можно доверять. Почему компании твоей можно доверять. Почему ты меня не подведешь. Это все в концепции. И нужно будет записать результат, что клиент получает в итоге. То есть как выглядит его результат в результате применения продукта. Его идеальный результат. Блок номер два. Здесь мы результат расписываем не просто фактически, как мы написали, а делим его, либо пытаемся этот результат описать в разных категориях. В деньгах, в эмоциях, в статусе, в стабильности. Это задание уже сейчас можно попробовать сделать, но будет отдельное упражнение по этой теме. Это нам поможет для того, чтобы упаковать по разным эмоциональным соединениям и разным эмоциональным элементам его желаний свой продукт. Так что как раз это будет ответом на вопрос, почему именно у тебя. Частично, но не полностью. Далее что мы делаем. Когда у нас понятен результат, когда он прописан у нас по всем параметрам, когда у нас понятен, что для кого, какой продукт мы продаем. Дальше в принципе уже дело техники. Но нам нужно еще несколько очень важных вещей. Нам нужно понять, можем ли мы продать этот результат. То есть условно, если мы только начинаем, у нас не получится, потому что у нас нет никакого портфолио, у нас кейсов нет. А здесь посмотрите, что нам требуется на стадии составления технического задания. Нам требуется доказательство для упаковки рекламы. То есть если вы выводите на рынок новые продукты, у вас нет кейсов или новую услугу, либо для новых клиентов, и у вас еще нет. Например, вы делаете, хотите писать продающие тексты, а вы писали только тексты развлекательные для инстаграма, если вы копирайтер. Либо вы снимали видео статусные, обзорные, а никогда не снимали рекламные. Либо вы делали эконом сегмента, хотите в премиум выйти, либо в бизнес, если вы дизайнер интерьера. То есть если вы хотите выйти в новую какую-то категорию, то, к сожалению, получается, у вас не хватит доказательств. Что в этом случае сделать? Здесь нужно понять, либо вы пока автоматизируете и систематизируете, и вообще запускаете деньги. Если мы говорим про деньги, то запускать деньги можно на тех продуктах, которые вам пока не нравятся. Потому что если вы будете перепозиционировать продукт, быстрых денег у вас не будет. И вы, если вы перепозиционируете тот продукт, который вы умеете или не умеете еще пока делать в стадии создания, то вы всю эту штуку не будете использовать. Вы должны будете откатиться на уровень назад и создать продукт. То есть если продукта нет как такового, а продукта нет, если у вас его не покупали еще, либо он не сформулирован, то есть что покупали, то есть нету какого-то кейса выполненного, то все это делать вы не имеете права, вы должны сделать продукт, его попробовать продать хоть как-то, и потом уже систематизировать. Поэтому будьте здесь внимательны, особенно те ребята, кто говорят, я вот никогда не продавал, допустим, бизнес или премиум сегменту, у меня все портфолио в эконом сделано, как мне перейти в следующий уровень? Ну ответ никак, пока ты не сделаешь какой-то продукт, который отвечает премиум сегменту, пока сам не научишься и пока у тебя не будет кейса, потому что в техническом задании у нас требуют доказательств. Если у тебя нечего показать, либо сам, либо тогда ты уже делаешь компанию, с кем ты договариваешься и берешь чужой продукт и являешься его представителем в плане продвижения. Но тогда ты уже будешь не человек, который сам что-то делает и зарабатывает творчеством, тогда твое творчество будет в маркетинге заключаться. То есть тогда твой продукт будет маркетинг другого человека, и тогда ты будешь начинающим маркетологом. Это тоже можно. То есть наш курс вот этот и наш клуб подходит в том числе для маркетологов, кто чувствует в себе силы и готов продюсировать кого-то. Вот по этой схеме вы можете взять эту схему и продюсировать людей. По этой схеме упаковывать. В принципе, это тоже профессия, и ей тоже можно научиться, и я ей тоже могу обучить. То есть по этой схеме проводить других людей и зарабатывать на этом деньги. Там тоже много нюансов, но в целом это готовая схема. Доказательства для упаковки. Вы должны их понять и показать. Дальше ресурсы для нового контента. Здесь нужно понять, что если вы будете вести YouTube-канал, Instagram, как-то о себе рассказывать, а это нужно будет делать для того, чтобы у вас было ядро доверенных людей, с которым вы можете в дальнейшем продавать, а не все время за рекламу платить. То есть так или иначе экспертные продажи нужно делать. Вам нужно будет делать некий контент. Нужно понять, где вы будете брать новый контент и как вы будете это делать. Об этом я расскажу отдельно, но в целом нужно понять, где быстро и эффективно вы можете делать. Как я сейчас видео записываю, для меня это контент, но я его записываю в реальном времени практически. Почему я это делаю? Потому что я научился делать это быстро, без монтажа, сразу же рассказываю, показываю, у меня это есть. У вас должно быть то же самое. Как вы в реальном времени, допустим, едете на стройку, сразу снимаете сторизы, либо делаете какую-то рекламу и описываете, как вы ее делаете. Либо в процессе вас кто-то задает вопрос, вы тут же это как-то систематизируете и описываете. Либо у вас есть кладезь уже информации, уже накопленной большой портфолио, и у вас есть кто-то знакомый, либо кого вы можете нанять, кто опишет вам все это дело без вас. То есть здесь ключевое подумать, как вы будете генерить новый контент, соответствующий смыслам клиентам, которые мы выяснили, быстро. Вот это очень важно. Поэтому ресурсы нужно продумать, прописать. Смыслы. Значит, продукт вы делаете, какой у вас будет смысл по продукту, по компании и по автору. Здесь конкретно мы прописываем смыслы, это как методичка чек-лист, можно так сказать. Что мы должны доносить в нашем контенте, который мы будем делать. Это будет как техническое задание на то, чтобы все, и вы сами, и подрядчики, которые у вас будут, понимали, о чем нужно писать. Это вот вместо контент-плана. Нам не нужен контент-план, нам нужны смыслы, и мы эти смыслы можем как угодно тасовать, они все будут работать. Супер какого-то контент-плана нам не нужно. Нам не нужен развлекающий контент, продающий контент, вовлекающий. Это все не надо, нам надо, чтобы у нас каждый смысл был описан в каком-то кейсе В этом суть продвижения, мы так будем делать Офер для рекламы, тоже полезная тема, потому что здесь мы делали с основными сбором людей, можно сказать, и доверием Но если у нас не будет рекламы, не будет активных действий, то они у нас не будут покупать Никто не будет покупать, потому что просто тебе доверяют То есть только тогда, когда ему нужно, но это очень маленький шанс, всего 5% людей о вас вспомнят, когда им что-то понадобится Для того, чтобы вас покупали, у вас должен быть оффер и предложение, что у вас конкретно можно купить И какие-то рекламные акции, по которым вы будете монетизировать этих людей Это, в принципе, отдельно может работать, вот этот оффер, да А также он может работать вместе с тем ресурсом, который вы накопили людей Значит, следующее, что нужно будет сделать Инстаграм-страница, это обязательно, то есть это как мини-сайт мы его используем Страница об авторе компании Здесь у вас должно быть описание, кто такой, да, почему, как раз-таки, кто хочет с вами познакомиться Просто должна быть упаковка вас и компании Экспертный сайт с кейсами На этом сайте, в принципе, то же самое, что страница Инстаграм Но должно быть в ваше портфолио, куда можно зайти без рекламы, без навязчивых каких-то там уведомлений и всяких свистоплясок, да, которые есть на других серверах Куда можно отправить клиента, где он ознакомится с тем, что вы предлагаете в очень понятной, простой форме, которой вы показываете ему свою экспертность Дальше реклама, нужно будет обязательно упаковка рекламы Это либо видео, либо тексты, оффер вот отсюда берем и упакованный рекламный блок какой-то, по которому вы будете привлекать клиентов в вашу вороночку Страница презентации продуктов захвата, ну это обязательно, да, то есть это лендинг Вы делаете лендинг для того, чтобы вот эти вот все ребята, либо новые ребята приходили по рекламе и пользовались вашим продуктом Дальше мы, когда все это дело готово, только после этого мы имеем право настроить таргетинг и начать какую-то рекламу, какую-то активную деятельность Бессмысленно вливать деньги в рекламу, вообще это будет просто слив денег, если вы не сделали все вот это Мы только после этого начинаем открываем продажи У нас активная цепочка, создание рекламы, вот она, здесь, у нас должно быть подготовлено, что человек нам доверяет, зашел на страничку, на сайт, рекламу сделал, увидел, да, что не обманывают, не однодневка Дальше создаем рекламу, допускаем таргет, тех клиентов, которые мы там выяснили, со смыслами, которые мы выяснили, с оффером, которые мы дали Потом, самое главное, мы получаем лидов, вот на этом этапе мы получаем лидов Следующий этап у нас продажная консультация, то есть мы должны этих лидов созваниваться И вот продающие сессии здесь мы будем делать, то, что делают многие люди, как консультацию, но не закрывают до конца клиентов Вот это вот надо учиться делать, потому что все остальное бессмысленно, если вы на продающие сессии не закрываете, а человек говорит, спасибо, я пойду подумаю Дальше экспертная цепочка, это тоже важно, здесь у нас главная тема генерации контента То есть здесь создание рекламы и таргет, мы платим деньги за рекламную тему То в экспертной цепочке, в генерации контента мы делаем, собственно, контент и распространение Мы тратим деньги и время, внимание на это, и то, и то нужно, потому что вот это монетизируется хорошо рекламой Это хорошо подогревает, реклама дает деньги сейчас И дальше у нас распространение и сбор подписчиков То есть ключевая ценность здесь сбор подписчиков Ключевая ценность в активных продажах, собственно, прием заявок и консультации Вот так все это вместе более-менее, я думаю, что понятно, как работает Это то, чем мы будем заниматься, то, что поможет развить, в принципе, вашу тему И поможет вывести вас в доходах на следующий уровень и в уровень мышления На которое вы уже можете более серьезно думать о создании компании Бессмысленно думать о создании компании, если у вас это не простроено, непонятно Потому что даже если у вас много клиентов, когда вы создаете компанию, вы сами попадаете в хаос до того момента, пока клиенты есть и они идут Как только клиенты перестают идти, либо у вас сложные моменты возникают, у вас кончаются клиенты, поток клиентов И он не налажен, соответственно, возникает большая проблема Поэтому я бы рекомендовал всем начинать примерно с этого Если вы уже в компании, либо у вас уже серьезный уровень, то тогда эта схема будет не такая Это для уровня 50, чтобы выйти на 150 тысяч рублей в месяц Если у вас уже более 150 тысяч рублей в месяц получается, более 100, то вам уже более другая тема рабочая Более серьезный уровень, вам просто такая схема сильно не поможет Она очень прощенная, но для начала окей А более сложную схему для более серьезного уровня мы проходим на создание студии live Там мы делаем это не так, как это достаточно быстро, а более глубоко, более детально с шаблонами И с детализацией каждого детального пункта Всю эту тему мы будем проходить в нашем клубе системном Дизайнеров и других специалистов Если эта тема вам интересна, то изучайте Приглашайте друзей и коллег, вместе будет интересней По каждой из этих темы у нас будут какие-то разборы Комментарии от меня и от ваших коллег Увидимся и посмотрим, что у вас получится по этой теме Если есть какие-то вопросы, задавайте И увидимся в следующих видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!